Я бы хотела узнать, как вы это видите, потому что я слышала, что, например, эти оружия, что-то говорила, они поддерживают русских и путинных интересов, но тоже я слышала, что там, например, по-другому националистическому движению есть солдаты от Blackwater, как этот конфликт, как Украина сняла сопоя от геополитических интересов от Запада и от России, и как это может влиять на движение, чтобы сфиксировали. Спасибо. 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 Also die Frage geht generell dann ab, es ist ja angesprochen worden, auf einmal die Leute, die aufgetaucht sind, also die professionell bewaffnet waren, wo man eben sagt, die kommen aus dem Putin-Lager, und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Stimmen, die sagen, es sind genauso Blackwater-Leute unterwegs. Und, ja, was für ein Einfluss hat das, also wie schätzen Sie das ein, und wie ist überhaupt denn diese geopolitische Lage? В принципе, насколько я знаю, что, ну, уже очень, очень давно сообщали о Ёмках из Абдуклода, но ни одного из них никто ни живым, ни мёртвым, ещё не видел, никто никогда не видел. То есть, всё-таки мне кажется, что, скорее, это слух. И, в принципе, разумеется, Украина была и остаётся полем для игр, в том числе между Россией и ЕС и так далее, но не стоит это понимать так однобоко, что вот, что Европа и Россия просто там сражаются за расширение территорий. И у Европы, и у России есть экономические интересы, иногда они противоречат друг другу, иногда они наоборот совпадают. То есть, в принципе, нельзя забывать также об интересах украинских олигархов, которые, ну, вот вся эта история с федерализацией восточной Украине, она нужна не только и не столько России, но есть ещё и в самой Украине. Те олигархи, которые имели большое влияние в этих областях, в частности, это Ренат Ахметов и его окружение, им очень выгодна эта федерализация, потому что они потеряли доминирование на уровне страны, но они не хотят отдавать своим известным конкурентам из Европетровска свои, так сказать, старые области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Например, Ленат Ахмиртов, который сидит в Ост-Украине, он знает, что он не может преимуществить весь город. Поэтому федерализация, как они хотят, очень интересная вещь, потому что это означает, что он может держать контроль на региональном уровне, которую он полностью потерял. В принципе, при оценке Украины как место, где сталкиваются интересы главальных игроков России и Америки или России и Европы, очень часто забывают о том, что и украинский правящий класс — это игрок, и население Украины, что у него тоже имеются свои интересы и потребности, которые… И силы. И силы, да. То есть это обычно не учитывается, что Украина — это небежизненное пустое поле, где встречаются разные. И тем более чем велика США — это не так же, что украина — это не такой же флекс, а потом, что украина — это просто не так, зачем это украинские и другие любые интересы духом и Инстинные И на другой стороне, что и andere страна — это то же, где они будут и как она говорит, какие они могут быть какие-то упражненные privacy. к ну я бы еще сказала, что это сложно сказать насколько там это оружие из украинской армии куплено за бесценок у недобросовестных солдат а насколько оно забезено через границу с Россией но одна из активистов Слепневчийской ассамблеи ездила в Славянск, которая, вероятно, вооружена людьми ее там задержали и что-то допрашивали пару часов и она бывала внутри и понаблюдала, что там происходит она говорит, там, это где-то месяц назад было там были явно местные люди они один потолще, другой совсем худой и, ну вот, обычные люди, которые получили оружие которые боятся мифического правого сектора для них это целая армия, вооруженная всем чем угодно которая хочет всех прийти убить вот, но эти люди отличаются от тех, кто на видео захватывает полицейские участки из которых, якобы, оружие тоже появилось то есть те, кто захватывали участки, они по-другому их жители по-другому себя вели они были явно тренированными и у них физическая структура, у них солдат то есть, так выглядит, как будто бы, ну, захватывали там какие-то склады с оружием какие-то наемники или солдаты, еще и не местные, видимо из России есть еще Крыш и Бергкут ну да, и... ну а Бергкут не сам же по себе это же не просто пираты Бергкут а теперь, конечно, граждане России это еще граждане России ну, многие, которые из Востока они украинские граждане ну, просто инфтифти уже не рады вот, а не подпишут ну, и... ну да, то есть... вот, захватываю эм, это... спасибо большое обожаю это очень сложно сказать о том, что на самом деле бензина наверное, какие-то исследовательские поездки это куда-то, ведь выназвите это застройки и все состояние это застройки это Энск war und diese Studentin ist da auch verhaftet worden, verhört worden, war also ein paar Stunden in so einem besetzten Gebäude und da war der Eindruck, es ist schon die örtliche Bevölkerung, also man hat einen dicken, man hat einen dünnen, die machen den Eindruck, als wären sie wirklich da und haben jetzt die Waffen in die Hand genommen, um sich eben gegen diesen Mythos rechter Sektor zu verteidigen, weil sie eben unter dem rechten Sektor erwarten, dass da bis an die Zähne bewaffnete Faschisten eben unterwegs sind, um sie zu lünchen. Auf der anderen Seite sind aber die Leute, von denen man die Fernsehbilder sieht, die die Gebäude besetzen, die auch Waffenlager besetzt haben, das sind eindeutig trainierte Personen, also mit einer militärischen Ausbildung höchstwahrscheinlich auch aus der Welt.